Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас в очередном выпуске в рамках совместного проекта Дом.РФ с Минфином и РСВ-платформой Другое дело мы считаем. Мы поговорим о базовых основах финансовой грамотности, почему мы тратим больше, чем мы с вами зарабатываем, и куда инвестировать, чтобы приумножить свои средства. Помогать мне в этом будут прекрасные гости. Наталья Смирнова, я буду с подсказкой. У меня здесь есть информация о финансовом секторе уже более 15 лет. Все правильно? Правильно пишут? Ну, можно уже говорить, что 20. Член Американской ассоциации финансового планирования, победитель международной премии Global Financial Planning Awards 2015, 2016, 2018 год. Все верно. И еще и приглашен эксперт по личным финансам на телевидении. Это все я. Также здесь есть еще один красавчик, который выше меня. Это Виктор Кейру, создатель проекта Be On Box. Правильно? Российский баскетболист, двукратный чемпион страны, обладатель Кубка России и чемпион Лиги ФИБА, Европа. Приветствуйте, Виктор Кейру. Ну и сразу же, наверное, к Наталье у меня вопрос. Есть же такой странный феномен у человека, когда у него появляются какие-то накопления. Я сейчас, может быть, про себя буду говорить. Так, Витя уже улыбается. Это хорошо. И он, человек, когда эти накопления появляются, сразу же начинает их тратить. Вот прям бездумно. Какую-то дорогую брендовую вещь. Или дорогой смартфон, который ему сейчас в этот момент не нужен нового поколения. То есть, как деньги приходят, они тут же уходят. И, по сути, ничего не остается у человека. Почему так происходит? Ну, ты знаешь, Богдан, я не могу сказать, что это прям совсем бездумно, потому что все зависит от людей. Но есть психологический момент. Момент первый. Вот человек имел, допустим, доходы 50 тысяч рублей. Это нормальные деньги. Но тут он стал зарабатывать 150 тысяч. И он сразу понимает, это я за один раз зарабатываю столько, сколько я получал за три месяца. Так это ж я теперь могу. И человек хочет, ну, что называется, надышаться этими деньгами, деньгами, куда мне поставить ударение. И сразу вот это я откладывал, так это я могу уже сейчас купить. И вот это я откладывал, это я могу сейчас купить. И вот это я откладывал, это я уже могу сейчас купить. И вот хочется вот здесь и сейчас насладиться вот тем, что себя во многом ограничивал. Ну и получается, что потом вернуться в то, что опять надо себя чем-то ограничивать, становится тяжело. Я сколько с этим сталкивался, у меня сколько друзей, кто зарабатывали немного, стали заработать много, и у них по-прежнему ни на что нет денег. Более того, у них стало даже больше кредитов, чем было до этого, а у некоторых их не было вовсе. Но есть люди, которые начали зарабатывать больше, и они начали, например, эти деньги инвестировать в разные проекты. Не обязательно они будут прибыльными, но это называется инвестиции в самореализацию. И тут надо смотреть на проекты. Если это бездумно, а бы куда, ну это неправильно. Если это так или иначе к чему-то может привести, ну почему нет, да, со временем это может дать гораздо большее увеличение доходов. Мы, кстати, про инвестиции сегодня еще поговорим. Витя, ты так улыбнулся, когда я сказал, что у тебя есть деньги, но ты их на что-то вдруг разом бездумно, да? Ну хотя Наталья говорит, что не бывает бездумного, спустил. Есть у тебя история о больших деньгах и случаи, которые, вот подчеркиваю, вот эту бездумность? У меня масса этих случаев. Так, расскажи хотя бы парочку. Не, вообще это на самом деле такая философия. Я думаю, что Наталья со мной согласится. Да, это философия, как бы мы их бездумно-небездумно тратим, да? Потому что эмоции – это такая вещь, которую ты не можешь переоценить. И на данную секунду времени для тебя это самое важное. Вот именно сейчас, а то, что будет потом, это никто не знает. Ну, конечно, я начал играть профессионально достаточно рано. И получал достаточно хорошие деньги. И, конечно, согласен с Наташей, что именно так и происходит. И первый свой достаточно серьезный профессиональный контракт, я этих денег вообще практически не увидел, хотя я до этого зарабатывал в 5 раз меньше. Вот я пытался, на самом деле, я такой был, типа, осознанный, действительно всегда осознанным. И пытался там как-то что-то скопить, сэкономить, что-то скопил, не то, что у меня не было денег. Но сам факт, конечно, вот этот факт, что… Ну, как вот пример, да? Я просто быстрый пример приведу своей. Конечно. Это было уже давно, давно, там никто не будет разбираться, что и так. Вот, значит, первые деньги я играл в одной команде, достаточно серьезной. Вот это были далекие времена, там еще они так не платили, как сейчас, я имею в виду так все строго. Мы платили наличкой, вот, и каким-то образом клуб мне выдал сразу две зарплаты подряд. Это большие деньги. По нынешним временам, по нынешнему курсу доллара это очень большие деньги, вот. Значит, и я эти деньги просто, я, ну, типа, я вот, условно говоря, мне там 21 год, 19 лет я, в 19 лет я ездил практически на маршрутке, да, и здесь я там, типа, у меня такой спорт карьерный, и типа там, ну, не знаю, 30 тысяч долларов, условно говоря, по тому курсу, да, там, типа. Вот, я просто, там, типа, ну, я, ну, я, в принципе, в данную секунду времени я добился того, чего я, там, типа, с детства, там, типа, хотел, да, потому что у меня, я там, несобеспеченная большая семья, семья такой, да, значит, у меня 300 тысяч долларов, ну, и что я первым делом, конечно, я пошел машину купил себе. Ну, конечно, но это нормально, это нормально для 2021 года, да, там, это абсолютно нормально, причем это не то, что там было бездумно, но раз мне клуб заплатил две зарплаты, я планировал, что он мне будет платить каждый месяц. Ну, проблема в том, что это были далекие времена, и финансовая стабильность была не такая, как сейчас у клубов. И больше я денег не увидел от декабря месяца, до января месяца, ты понимаешь, да, понимаете, да? Зато ездил на машине. Да, мне просто заплатили, и я, короче, там, львину больше половины, я, короче, купил машину, и, как бы, я ждал, 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 и, короче, это, ну, потом, короче, клуб рассчитался, но сам факт. И ты просто, ну, как бы, бездумал, что ты вот именно вот так вот вложил сразу во что-то, потом, конечно, терпел. Тут ситуация такая получилась, что клуб дальше не платил. А если вот в стандартной обычной ситуации, когда клуб, ну, какое-то время, да, не платил? Да, какое-то время. Ты знаешь, я в данном случае выполняю функцию такого, знаешь, кролика-зануды, и в своей семье в том числе. И я что-то крупное покупаю только если я уверена, что в режиме полного, понятно чего, я в состоянии продержаться, ну, хотя бы полгода. То есть, если вот у меня отрубаются все источники дохода, я понимаю, что за полгода, в принципе, я смогу найти какую-то альтернативу. И если у меня есть заначка в размере моих расходов на семью полгода, зарплата мужа не считается, потому что я в этом сценарии считаю, что мы потеряли доходы оба. Это сценарий ЧП. И если у меня эта заначка есть, и покупка реально необходима, ну, то есть, там, машины или там, квартиры или что-нибудь еще, я покупаю. Если заначки нет, это означает, что если произойдет ЧП, я буду непонятно, я буду со стиральной машиной, но без денег. И что я буду делать с ней, и что я в ней буду стирать. Прачечную можно открыть. Вот, бизнес-идея. Витя, у тебя есть какая-то заначка сейчас? Да, есть. А мы не расскажем жене. Это хорошая история, это делай много ошибок, но не делай фатальных ошибок. Да, вот это относится к фатальной ошибке, когда ты понимаешь, что тебе, блин, просто пипец, да, типа, конец. А так, какие-то перебои, конечно, они у всех людей бывают, да, там, типа, ну, какие-то перебои. Вот, но если брать глобально, глобально, то, во-первых, таких перебоев не было. А вот, конечно, что касается эмоциональных каких-то покупок, да, я скорее, я такой, как бы, ну, я бываю, могу эмоционально взять, эмоциональную покупку, но не такую, которая приведет к полному дэмэджу. Ошибки, назовем их так, допустим, когда ты вот купил машину, да, за две зарплаты там, и потом какое-то время, они тебя, ну, получается, в какой-то мере обучали вот этой финансовой грамотности. Ну, то есть, ты не говорил, что так, вот я сейчас взял и обучился финансовой грамотности. Ну, просто ты как-то внутри понимал, что так, надо будет на будущее помнить, что есть такие ситуации, могут быть, да, и надо чуть-чуть это... Ну, да, да, но это, на самом деле, это, наверное, из детства, потому что, опять же говорю, если бы у меня, там, было бы, я бы жил бы припевающе в детстве, да, просто, да, может быть, я этого и не знал, да. Так как я понимал, что мне, ну, какой-то, я должен себя обезопасить в будущем, да, из-за каких-то, там, возможных форс-мажоров, да, я понимал, что, да, вот здесь я, вот, условно говоря, там, наступлю себе на горло, вот это не сделаю, да. Ну, в целом, как бы, на качество жизни это никак не влияло, на качество жизни, да, там, типа, ну, качество жизни для нас, для нас, нам нужно, на самом деле, немного, вот каждому человеку, да, там, типа, сходить кофе выпить, там, не знаю, посидеть, насладиться погодой, там, и куда-то попутешествовать, да, съездить, возможность, как бы, да, вот, поэтому на качество жизни, а все остальное, это вот эти супер хотелки, вот эти вот, типа, я хочу, там, спортивную машину, или я хочу, там, супер, супер, не знаю, холодильник, да, но это больше к женщинам относится, на самом деле, да, там, мужчинам, как бы. Ну, а большая плазма. Ну, нам плазма, да, нам телевизор, возможно. Это уже такая история, связанная кардинально, на твое настроение она не повлияет никак, на эмоциональный какой-то, да, она всю секунду повлияет. А если брать в концепцию, ну, ты купил большую плазму, да, а завтра ты уже, она стоит и стоит, купил хороший холодильник, завтра ты про нее забыл уже. Если ребенок только не разбил у тебя ее. Вот Виктор отлично, кстати, рассказал историю вот этого обучения. А вообще финансовой грамотности, вот как обучиться этому? Вот сейчас же в интернете огромное количество вот этих блогеров, интернет-блогеров, ну, инфо-цыган, да, как говорят, они могут что-то хорошее посоветовать или нет? Или это какие-то специальные, не знаю, литература там, серьезная, не интернет? Ну, скажем так, есть варианты инфо-цыган, которые сейчас могут научить правильно платить налоги. Это важно. И жить по закону. Поэтому это важный момент. Актуально. Если мы говорим про где учиться, вот Витя отметил очень важный момент. Он сказал, что он изначально из семьи, где ему не давалось все на блюдечке с голубой каемочкой. Я уверен, наши зрители, слушатели тоже, большинство как раз из таких семей. Поэтому из этого я делаю вывод. Это еще и родители. Потому что если родители, ну, например, показывают ребенку, послушай, ну, вот это мы можем себе позволить, вот это нет. Потому что посвящают ребенка в планировании семейных финансов и так далее. Например, вот со мной мои родители обсуждали. На это нам хватит денег, а вот на это не хватит. Меня никогда не выгоняли из комнаты, когда обсуждали там крупные покупки. Правда, потом жалели, что вырос жмот, но тем не менее. И в этом смысле, на самом деле, мне кажется, первое – это родители. Потом школа, но только если родители тоже на своем примере показывают, что такое финграмотность, а не ситуация, когда в школе ребенку говорят, надо экономить, надо считать бюджет, а потом родители так оп-оп-оп-оп налево-направо, все что угодно, и все в кредитах. Это тоже не вариант, это будет такой вот коллапс сознания. Ну и, конечно, это, скажем так, опробированные ресурсы. Не инфо-цыганы, потому что мы даже не знаем, какое у них образование и, собственно, что они там преподают. А это должны быть ресурсы Центробанка, Минфина, кредитованных банков, то есть проверенных провайдеров информации, которым можно доверять. Они непонятно кого. У Васи Пупкина, дворика бывшего, который сегодня говорит, что он притягивает богатство, запускает шарики в небо, чтобы привлечь миллион долларов. За деньги, конечно. А потом ловят на границе. Да. Вить, скажи, пожалуйста, вот у тебя сейчас больше, чем в начале твоей спортивной карьеры, зарплата финансов, да? Нет, нет. У меня сейчас нет, не больше, конечно. А, чем в начале? Да. Ну, конечно, сейчас это, конечно, будет. Финансово грамотней ли ты стал в этом? Исчерпывающе. Думаю, нет. То есть правильно понимаю, Наталья, что количество денег, которое у тебя есть, это никак не связано с твоей грамотностью? Ну, из моей практики могу сказать, что корреляции, то есть связи, я не заметила. У меня есть люди, у которых было и 50 миллионов нерублей, и они бездумно спускались налево-направо на какие-то сомнительные проекты, авантюры, чтобы потакать своим близким. Ну, условно, ребенок 40 лет, который никогда в жизни не работал. Ой, ну надо же, он развелся, надо его утешить. Давайте-ка мы ему купим там... Машину. Машинку или квартиру, или дачку, или что-нибудь еще. Ребенок никогда ничего не научится, потому что он будет считать, что ему всегда все должны. А родительское благосостояние тает таким вот образом. Поэтому есть суперфинансово грамотные люди с миллионом рублей, и даже меньше. Есть абсолютно безграмотные люди, у которых миллионы и так далее, не рублей. Более того, есть же статистика, что в Америке те, кому прилетели шальные деньги, то есть это лотерея, наследство, и так далее. Они в большинстве случаев, они либо заканчивают личным банкротством, либо долгами. В лучшем случае они остаются при своих. Ну, то есть как можно вот так вот протерять один миллион рублей? Вот, ну, нет, если задаться целью, конечно, можно, но я бы не смогла. Опять же, жаба, простите. Витя, ну ты так улыбаешься. Да нет, ну просто я, просто у меня сейчас много разных мнений по поводу. Я вот, наверное, год назад был вообще с вами, полтора года, два года назад вообще был бы на одной волне. Сейчас у меня просто есть разные, много разных интересных историй в жизни, да, которые, ну, на самом деле, чуть-чуть все не так. Все сложнее. Все сложнее, гораздо сложнее, да. Вот, и, ну, я согласен, прагматично я согласен, да. Ну, мир у нас чуть не совсем прагматичный, но ладно. В плане, вот, там, опять же говорю, финансово, ты меня спросил, как бы, зарабатываю ли я больше, стал ли я более, там, грамотно финансово. Вот, вот Наташа со мной согласится и понимает, и это все понимают это. Вот. Как, как, почему тратятся много денег, ну, деньги тратятся, да. Тратятся деньги из-за качества жизни. Растет качество жизни, ты сам поднимаешь планку качества жизни, и ты хочешь жить на этом уровне. И не всегда финансы, которые ты зарабатываешь, успевают за твоими, твои привычки к качеству жизни. Вот. Дальше у тебя добавляется, как у мужчины, добавляется семья, дети, жена, вот какие-то, которые ты должен, тоже стараешься соответствовать их запросам к качеству жизни, да. Детям ты, безусловно, создаешь качество жизни, да. Ну, там, типа, но родственникам в любом случае. Вот. И здесь, как бы, у тебя происходит, конечно, дисбаланс. Это тоже, да. И здесь, как бы, найти, так сказать, себе там силы, объяснить, что вот здесь вот так вот должно быть, вот здесь должно быть по-другому, да. Тоже не каждый может, да. Вот. Но, опять же говорю, что у меня, я достаточно себе большую, высокую планку качества жизни задал, там, типа, в какой-то молодом возрасте. И, типа, ее опускать уже, как бы, тяжело. Какой выход? Доработать. Больше зарабатывать. Надо больше зарабатывать. Вот я, на самом деле, про то, что ты должен, так сказать, ну, стараться создавать для себя, там, типа, опять, ту деятельность, которая тебе приносит деньги, и много, и много, там, работать, чтобы зарабатывать. Вот я за это на сто процентов. Потому что, опять же говорю, когда ты понижаешь качество жизни, понижение качества жизни, это очень сильно влияет на все. На тебя. На мотивацию. На мотивацию, на, так сказать, на самоощущение, на вообще в целом, да, на ощущение тебя в обществе, когда ты начинаешь понижать. Вот. Поэтому здесь, ну, какой выход? Выход – это больше зарабатывать. Хорошо. А если у человека средняя зарплата какая-то, да, и он, ну, вроде как, работает много, но он не может, вот перешагнуть через вот этот определенный, ну, определенную сумму в месяц, как-то финансовое планирование, может быть, накопление ему помогут в этом, или, может, лайфхаки какие-то есть, как начать копить. У человека есть определенный, он старается, он работает, он там делает какие-то шаги, но вот не получается у него вот какой-то определенный уровень дохода преодолеть. И что в этом случае делать? Ну, ты знаешь, естественно, можно, ну, как? Можно копать, можно не копать. Можно ничего не делать. И тогда просто человек расписывается в том, что если ничего не откладывать, тогда, значит, первое, ну, дети будут поступать на бесплатное, если поступят, а если не поступят, ну, я уж не знаю, куда они пойдут. Ну, потому что денег нет, ну, выдержитесь, да? Но соедините, дальше будете сами своим детям объяснять, почему, как это, так получилось. Дальше. Себе и второй половине ничего не накоплено, пенсия государственная. Какая? Я не знаю, я финансист, я не знаю, какая будет пенсия, потому что я не знаю, какой будет балл, какая будет система и так далее, и так далее. Сколько будет заморожено? Ну, мы этого не знаем. Да. Это науке неизвестно. Поэтому, ну, сейчас это где-то там, ну, там, 20 тысяч рублей. Ну, вот если сейчас человек, который нас там, к нам вот сейчас обращается и примеряет это всё на себя, ну, 20 тысяч в месяц ему достаточно или нет? Кому-то, может быть, да, кому-то нет. Поэтому, если ничего не откладывать, ну, значит, на все цели будет ноль, на обучение детям будет ноль, на улучшение жилищных условий будет ноль, на ремонт у себя дома будет ноль, на всё остальное будет ноль. Многие мне скажут, ну, так можно же взять кредит. Прекрасно. А из каких денег человек, если у него сейчас их нет даже откладывать, будет эти кредиты платить? Вопрос. Значит, опять математика не складывается. Значит, откуда-то на кредит-то он возьмёт, а отложить не может. Значит, получается, надо на что-то всё-таки откладывать, либо он расписывается или она расписывается в том, что, ну, вот эти цели, они остаются без реализации. Что из этого выбрать, пусть каждый решает. Я в своё время, в мои 18 лет, я начала инвестировать, раньше не получалось, потому что фондовый рынок раньше в России не было, он появился вместе с моим 18-летием. И я начала инвестировать на две основные цели – на свой пассивный доход и на пенсию родителям. И когда родители у меня вышли на пенсию, я обеспечила им регулярный доход. Собственно, сейчас я знаю, что им ничего не грозит. И я знаю, что если завтра я там больше не смогу работать, мне есть на что существовать. Поэтому если начать пораньше и откладывать, ну, хотя бы 10% от своего заработка, ну, ничего страшного не случится. Правда, если даже вот учитывать досконально, на что тратятся деньги, обычно 5-10% исчезают в неизвестном направлении. У меня есть одна знакомая, мы с ней проводили эксперимент. Я говорю, вот, напиши мне, на что ты тратишь деньги. Она, значит, начала. Так, там 200 сколько-то рублей, это вот бизнес-ланч, умножаем на это, вот так. А это вот так, а это вот так, а это вот так. В общем, у нее примерно процентов 40 ушло на статью прочее, не помню. Так, а если какие-то, кстати, интересные темы, приложение, там, допустим, ну, понятно, там, без названия, что должно быть в приложении? Вот, допустим, для меня я пытался, опять же, по рекомендации жены, она говорит, ну, говорит, записывай, куда ты тратишь. И говорит, ну, вроде как бы, ну, прочее. Но что должно быть в этом приложении? Как вот фиксировать? Я вот иду, там, что-то делаю, дела какие-то, работа, по-моему, встретился, что-то. Я не помню. Я что, буду на встрече сидеть, так, так, значит, кофе 230, подождите, мне надо, чтобы это… Минуточку, да. Да, ну, это так должно происходить? А как? Я здесь согласна с Витей, вот в каком режиме. Нельзя вести учет ради учета и вот себя вот в эти кандалы намеренно вовлекать, что я должен учитывать, я должен экономить. Это получается вот ограничение, и уже хочется поскорее с этим закончить. Обычно это заканчивается ничем. Я учитываю свои расходы только по трем статьям. Только три. Первое – на жизнь. Второе – на свое имущество и накопление. Ну, то есть, сколько стоит мне в год содержать все, чем я владею. И третье – на государство. Налоги, ну, там, штрафы и все прочее. Почему так? Потому что я сразу понимаю, а сколько я зарабатываю своей жизнью, ну, то есть, от трудовой деятельности, сколько мне приносят мои активы, имущества и накопления, и, собственно, сколько я получаю от государства, если что-то получаю. Я скрещиваю эти доходы и расходы между собой. Мне сразу понятно, над чем не имеет смысла работать в первую очередь. Ну, например, я понимаю, что все имущество мне, например, ну, я фантазирую, в месяц отнимает 100 тысяч рублей, а приносит шиш. Я понимаю, господи, да чем же я таким владею? Я начинаю перечислять и, например, открывается, что я владею каким-то земельным участком, где еще мои прародители хотели построить домик, но никто ничего не построил, и я вот за все это плачу. Можно продать и эти деньги взять и, например, инвестировать. Можно продать там две машины, одну оставить. Я фантазирую. И так далее, и так далее. Если, например, у меня в графе расходов на государство много, а доходов от государства шиш, это не значит, что надо не платить налоги. Хотя нет, значит, ну, в рамках закона. Я, значит, изучаю все налоговые вычеты, все способы налоговой экономии, которые прописаны в прекрасной книжке, которая называется Налоговый кодекс Российской Федерации. Скучная книжка, но очень полезная. И начинаю выискивать варианты, как можно законным образом сократить налоги и меньше тратить. И таким образом получается, что я живу, как я привыкла. Я ни в чем себя не ограничиваю. Но просто я вытаскиваю деньги за счет налоговых вычетов, за счет того, что я меньше налогов плачу, за счет того, что если у меня есть какое-то имущество, я его продаю и более правильным образом продаю, собственно, использую эти ресурсы. Если у меня есть кредиты, я их рефинансирую и меньше трачу. Если я трачу на свою жизнь, я подбираю карточки с кэшбэками и бонусами под мою структуру расходов, трачу, как привыкла, но просто чуть-чуть мне возвращается назад. Я живу, как я привыкла. Я ни в чем себя не ограничиваю. Я не снижаю уровень жизни, но при этом у меня есть деньги. Вот так. А вот если ты творческая личность, вот если не математический у тебя склад характера, что тогда? Тебе надо жену искать, такую, как Наташа? Уже занята. Я думаю, что здесь, если у человека, например, две творческие личности в семье, ну вот, нормально. Такое бывает, нормально. Но при этом это значит, что две творческие личности должны творчески получить мотивацию, ну, как-то заняться этой скукотой под названием личные финансы. Ну, значит, тогда надо вместе потворить на тему своих финцелей. Ну, это должно их как-то зажечь. И тогда они должны пользоваться, ну, готовыми инструментами. Я же не говорю, что они должны сами там выбирать конкретно, куда инвестировать, или все это изучать. Но, допустим, выбирают крупный, надежный банк. Обычно во всех крупнейших российских банках уже есть варианты, и куда вложить, и как учитывать. Уже прям есть варианты, если тратишь карточки. У большинства банков вмонтировано приложение, которое позволяет сразу вот получить такой вот пирожок, где написано, сколько на что ты тратил. То есть тогда надо, я скажу это недружественное слово, на аутсорс отдавать то, что ты не умеешь, а сосредотачиваться на стратегии. Есть такой великий экономист, господин Друкер, Питер Друкер, и он говорил, на аутсорс можно отдать все, кроме стратегии. Если ты творческая личность, тогда все отдавай на аутсорс и сосредоточься на том, что тебе нужно, какие цели перед тобой стоят. И все. Но все равно какая-то базовая финграмма нужна, потому что творческих личностей очень много, всякие пирамиды вязать, можно впарить им кучу всего, и потом они будут их творчески преодолевать, эти препятствия. Поэтому творческая личность это не повод стать финансово безграмотным. Это тяжело. Это тяжело, то, что Наташа говорит, тяжело, потому что у меня есть вообще глобальные цели, глобальные идеи, глобальные цели, в принципе, я к ним как бы стремлюсь и следую, иду туда. И у тебя получается, ну по факту, мне вот нужно, если так, мне вот просто завтра у меня там турнир. Это не просто турнир, это полноценное шоу, матч ТВ, все остальное, не знаю, 2-х миллионная аудитория, и тебе нужно это все делать. И огромное количество вещей даже мне не могут представить. У тебя еще есть социальные сети, которые ты должен, и я не могу это все дать на аутсорс, потому что это мой проект, и у меня люди, которые работают, но они все равно что-то как-то где-то, ну как-то не так, хотя делают не так, как я хочу. Я должен за этим все следить, и здесь появляется еще там налоговая история. Да, есть там бухгалтер, но, блин, ну у меня там немного, у меня компания немного миллионная, точнее, у меня нету большого количества сотрудников, и это все я должен делать, и вот это, и то, и все, и бумаги. Я понимаю, что ты должен все складывать по полочкам, потому что у нас так мир работает, ты должен все равно складывать все как бы плюс-минус и именить прагматичный подход. Есть консервативный подход, да, консервативный подход. Вот пример. У меня миллион рублей, да, Наташа говорит, смотри, миллион рублей, вот если ты вот это будешь делать, у тебя будет там пенсия, условно говоря, полторы тысячи рублей, 15 тысяч рублей. Вот все будет гарантировано. Ты сидишь, говоришь, да не хочу 15 тысяч рублей, я не хочу 15 тысяч рублей, я хочу с трех миллионов приумножить на пять миллионов, потому что это моя цель, а по-другому я не хочу вообще жить. И это тоже имеет место быть. Типа, я не хочу там вот быть вот этим, да, я хочу стать миллиардером, например, да, и мне вообще пофиг, что я буду сейчас, буду ли я там, типа, будет у меня, завтра будет 15 тысяч рублей, или так. Я хочу, это моя цель, стать миллиардером. И это хорошая цель, между прочим. Значит, консервативный подход не подходит. Значит, следующий, Наташа, говорит, окей, неконсервативный, этот доклад накладывает риски, но это вот А, Б, В, Г, Д и так далее. Это вот, если ты вот так вот будешь делать, ты наберешь на себя риски. Этот риск тоже на тебе, этот риск на тебе, этот риск на тебе, я могу тебе помочь, и ты уже просто вовлекаешься в этот процесс, ты не можешь не вовлекаться в него, тебе приходится вовлекаться, потому что риски на тебе, понимаешь? Поэтому полностью все надо отдать на аутсорс, это в контексте того, что ты, ну, у тебя есть определенные цели, вот у тебя цель вот такая вот. Говорю, может быть, у тебя цель такая. А вот такая цель подразумевает взятие рисков на себя. Это ко всему относится, к финансам тоже это понимаю. Инструментарий для инвестиций, вот тема недвижимости, как вообще инвестиции в недвижимость, они имеют место быть для, как инвестиции? То есть там риски, наверное, меньше, чем на фондовом рынке, или нет? Ну, очень сильно зависит от того, что за объекты недвижимости, то есть, если, например, мы говорим про покупку какого-то объекта на этапе котлована совершенно непонятного застройщика в стране, где это никак не защищено, это, конечно, рискованно. Сейчас прям сразу короткий комментарий. Есть обязательная необходимость в жилье у каждого из нас, но инвестиции это не это. Инвестиции это, если ты, допустим, для детей берешь еще дополнительную квартиру, и пока им нет 18 лет, ты что-то с этой квартирой, домом, неважно, офисом делаешь. Или можно инвестировать, потому что наши родители, например, они считали, что если они покупают квартиру, они как бы инвестировали деньги. Был такое, да. Сейчас это не работает? Все очень сильно зависит. То есть, я не могу сказать, что если человек купил квартиру, то это бесполезная отрата денег абсолютно. Потому что, если это куплено условно-качественно, если это нормальный, объективно, хороший объект, то тогда условно-со временем его реально можно продать, и деньги, на что-то потратить. Либо это будет разъезд семьи, кому-то однушка, кому-то однушка, кому-то двушка из трешки, ну и так далее. То есть, как вариант какой-то инвестиции это возможно. Но, если совсем честно, я бы разделяла реализацию цели под названием «мне нужно где-то жить» и реализацию цели «мне нужно сохранить деньги для чего-то». То есть, если, например, человек говорит «у меня есть 10 миллионов рублей, я хочу их сохранить». Вот для этой цели, да, можно рассматривать недвижимость. Если есть цель под названием «я хочу что-то оставить детям», тогда у меня сразу будет куча вопросов, а где будут эти дети жить с точки зрения страны, с точки зрения города и вообще. Потому что, ну, например, я могу сказать, я, наверное, хочу своим детям оставить квартиру, не знаю, в Москве. В Чертаново. Ну, хотя бы. Любят Чертаново, потому что на другой не хватает. Но у них будет вот однушечка в пятиэтажечке где-нибудь. Что-нибудь такое. Это не инвестиция? Ну, такое, потому что детей у меня еще нет. Но, допустим, вот я занялась продолжением рода, допустим. Вот у меня их там двое. У меня, я не знаю, где они будут жить. Я им сейчас двум покупаю по однушечке условно в Чертаново. Это не рекомендация, если что. И я прекрасно отношусь к этому району, но, тем не менее, я не знаю, где они будут жить. Никакой у них будет состав семьи. Будут они жить в России, не в России. Будут они жить в Москве, не в Москве. И если сейчас им, допустим, один годик, то квартира эта, ну, так или иначе, будет нужна через 17-18 лет. Ну, камон, в каком она будет состоянии? Это же я сейчас куплю, а не буду сдаваться, чтобы деньги не простаивали. Это потом мне еще вкладываться в ремонт. А в каком состоянии они будут через 20 лет? Ну, такое, честно говоря. Поэтому я бы говорила про то, что если ребенку уже лет там 10-12, то есть уже есть обозримое понимание, где он будет жить, да, недвижимость может быть хорошей инвестицией. Ну, потому что, если ребенку дается квартира, квартира копится на ребенка, и в 18 лет она дарится, и нет налога на дарение, потому что между близкими родственниками этого нету, но ребенок точно не протеряет эти деньги, и это будет такой хороший вариант передачи некого капитала человеку. то есть это подходит, если ребенку все-таки лет где-то 10-12, не ноль, не один. Если, например, мы смотрим на накопление на свою личную пенсию, недвижимость хороший вариант, если ты знаешь, где ты будешь жить. Если ты понимаешь, что ты живешь в России, и, соответственно, тебе, допустим, лет 50, и ты понимаешь, что ты выходишь на пенсию где-то в 60, уже можно как вариант рассмотреть покупку недвижимости и дальше ее сдавать в аренду, и это будет дополнительный доход. А почему нет? Это нормально. Это нормально. сразу вопрос. Выгодная недвижимость для инвестиций это, условно, там, где, например, скоро откроют метро, да? Какая-то инфраструктура. Строется. Совершенно верно. Она поднимается в цене, и, соответственно, на этом мы выигрываем. Можно заработать, да. Это что-то близкое к уже готовой инфраструктуре, потому что тогда это легче сдать. И с арендной точки зрения это будет неплохой доход, как вариант. Сейчас мы к этой теме вернемся. Ты уже думал по поводу недвижимости для детей? Не, я думаю, что я считаю, что в детей надо просто инвестировать в другие вещи. В развитие? В развитие, софт-скиллы и так далее. И другая история. То есть дать им базу, а там они уже сами... Да, конечно, они заработают сами все. Сто процентов. Дети сами все сами со всем справятся, им просто нужно дать хорошую мотивацию на понимание, как нужно себе вообще в целом воспитание, мотивация, воспитание, образование, какие привития, опять же говорю, софт-скиллы, говорю, для общения с людьми. И они все сами все сделают и заработают на все. И заработают очень круто. И все будет классно. Это сто процентов. Самый лучший вопрос, самый лучший вопрос, да, готов ли ты к пенсии? Мы все говорим про пенсию. Какая пенсия, ребята? Какая пенсия? Нет, какая пенсия? Вот ты готов к пенсии? Вот тут важно. Наташа, ты готова к пенсии? Да, и уже 10 лет как? Важно. Нет, 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 и не в этом плане. Вот, нет, пенсия не такой пенсии. Я имею в виду то, что ты говорила по поводу накоплений и всего остального, что ты, ну, как бы, именно структурируешь просто. Смотри, тут есть, я немножко с тобой поспорю, о готовности финансовой мы поняли. Витя, Наталья, готова. А тут скорее имел в виду Витя чисто эмоционально, готова ли выйти. Но тут вот такой вопрос, смотри, ты же не знаешь, что будет в дальнейшем и как, насколько долго ты сможешь. Вот Наталья, она сразу, так, я подготовлю, все, я готова. А ты подготовил, и как можно к этому подготовиться? Какие должны быть действия? Ну, инвестиции в недвижимость, правильно? Одна из таких подготовок. Ну, я сейчас опять скучно отвечу, но тем не менее, я по-другому не умею, я всегда про деньги. На самом деле, пока круто получается, не скучно. спасибо. Как это все делается? Значит, мы должны определить, сколько, вот Витя сказала, вот ты на эти деньги готов жить, вот значит, надо определить, сколько нужно в месяц для счастья, Шура. Когда мы говорим про пенсию, это должно быть что-то довольно спокойное, потому что нельзя так, один год получилось, а два года потом на дошираке, это не реклама. Без особых рисков. Да. И это недвижимость, которая сдается в аренду, это облигации, ну, то есть долг надежных стран и компаний, это могут быть акции, то есть доля в каких-то компаниях, которые платят дивиденды. Это могут быть свои какие-то проекты, да, безусловно, но только те, которые более-менее уже как-то на плаву, которые дают какую-то регулярную прибыль. И вот такой примерно портфель может быть хорошим пенсионным поспорьем. У меня это недвижимость, у меня это облигации, у меня это акции. Я пыталась один день попробовать, что я живу на пенсии, мне стало скучно. Поэтому по деньгам я готова, морально пока нет. Ты что-то такое делаешь? Ты готовишься? Или ты как я? Так, сегодня нормально, сил много, сейчас мы... Ух! Не, я просто, ну, я чутко понимаю, на каком пути я сейчас нахожусь, в какой, в каком, так сказать, на какой ступени на данный момент. Я сейчас нахожусь на ступени примерно, как я был, типа, мне было там, не знаю, 21-22 года, условно говоря. Я имею в виду в контексте вот возможного, невозможного старта, определенные другие, других целей. Поэтому я сейчас, не то, что я там, типа, безалаберно отношусь, да, ну, сейчас просто такая история, что я не сильно заостряю внимание на том, что я имею сейчас, а я скорее за то, что я вот хочу развивать и куда я прихожу. Да, поэтому на данном моменте я просто на другом вайбе нахожусь. Надо, надо всегда черпать себе энергию и думать, что я готов работать, я готов там, больше зарабатывать, я готов больше создавать и так далее. Вот я вот на этом вайбе нахожусь. Это правильно просто, это правильно. А тем более с нынешними возможностями, которые мир дает, ты должен об этом думать. Но не забывать про Наташу, не забывать про финансовую грамотность. Слушай, вот есть 10 миллионов рублей, мы покупаем квартиру, потом мы ее сдаем или что-то, например, да? А если у тебя нет 10 миллионов рублей, у тебя сейчас 5, там половина, имеет ли место быть взять ипотеку вот на оставшуюся сумму? Это будет считаться инвестицией? Если ожидаемый, опять сейчас будет дико занудно, но если ожидаемый темп роста цен на недвижимость, то есть как недвижимость будет дорожать, плюс доход от аренды, у нас будет перекрывать ставку по ипотеке, то да, приведу пример. Допустим, мы хотим взять какую-то ипотеку по специальной льготной программе, допустим, 6-7 годовых, например. Давай 8 реалистично. Давай 8, хорошо. Мы рассматриваем варианты недвижимости, и мы присматриваем какой-нибудь домик рядом с какой-нибудь строящейся станцией метро, она будет сдана, допустим, 26-й, 7-й, неважно, год, и этот объект будет достроен года через два, например. Мы предполагаем, что рост составит где-нибудь в годовых, где-то процентов 8, и мы будем это сдавать еще в аренду, и получим еще, допустим, 4. 8 плюс 4 – это 12. Если мы берем ипотеку под 8, а доходность будет 12, это может быть целесообразно, потому что кредит у нас под меньшую ставку, чем ожидаемая доходность. Но если мы берем какой-то трэш, да еще и в кредит, ну, конечно, такая себе история. Трэш – это что? Не очень хороший инструмент, не очень хороший объект недвижимости. Ну, то есть, а бы что взять? Ну, у меня вот был случай. Обращается ко мне одна дама. Говорит, Наташа? Ну, я тут взяла квартиру. Опять, это не то, что я сейчас этот, скажем так, регион Подмосковья плохо смотрю, но тем не менее. Я взяла квартиру однушку в Ивантеевке, в ипотеку, на максимальную сумму, на максимальный срок. Я задаю вопрос, а зачем? Пытаюсь не обидеть, но все-таки мне интересно было. Ну, чтобы хоть что-то было. Вот с таким посылом инвестиции не делаются, потому что хоть что-то в кредиты – это не инвестиция, это вот именно хоть что-то. Поэтому, если мы хотим инвестировать, это должен быть объект, который может вырасти в цене, который может сдаваться в аренду, который в хорошем состоянии, который еще долго не надо будет ремонтировать. И это льготная ипотека. Тогда, да, тогда можно это рассматривать. Если это абы что где-то там, вообще лучше такое не брать. Я скажу, что нужна, вот это вот сейчас будет, опять же, скучное слово, диверсификация. То есть, нет плохого и правильного инвестиционного инструмента. Если мы вспомним, как начиная с 2008 года ведущие финансовые советники в США рекомендуют хайнетам, то есть тем, у кого крупный капитал инвестировать, то там есть акции американских компаний, иностранных компаний, развивающихся рынков, облигации разных стран, недвижимость, реальный бизнес. И, кстати говоря, на 18% то, о чем говорил Витя, альтернативные инвестиционные инструменты. И там и хедж-фонды, и крипта, но в 2008 она еще не была активно использована, и так далее. Поэтому, друзья, надо активно инвестировать, прежде всего, свою финансовую грамотность, изучать все инвестиционные инструменты, так, чтобы вы в них разбирались, и инвестировать свои деньги только в то, в чем вы разобрались. И тогда все будет хорошо. Ай, Виктор. Я просто присоединяюсь ко всему, что сказала Наташа, на тысячу процентов. Вообще все именно так должно быть. Просто, чтобы хорошо и правильно инвестировать, надо работать, прежде всего. И вкладывать, инвестировать в свое образование, в свой кругозор, и тогда все будет хорошо.